МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа Наши новости начинает работу. В студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Прогулка с душком. Кто уберет дохлую рыбу в пруду Барнаульского парка Изумрудный? Одеяло на себя. Кто победит? Житель разрушенного дома или застройщик Барнаульской многоэтажки? История многолетнего спора. Под речной аккомпанемент. Как звучит лунная соната на фоне обид. Режим ЧАЭС в Алтайском крае снят. Из-за сложной паводковой обстановки на всей территории региона он держался целый месяц. 23 марта из-за резкого потепления талые воды вышли из своих берегов и подтопили почти 40 населенных пунктов. Затоплено больше 3000 жилых домов и свыше 8000 приусадебных участков. Жители лишились практически всего вещей, мебели, запасов еды, скота, а некоторые даже домов. Во всех подтопленных населенных пунктах работали спасатели. Почти полторы тысячи человек. Они эвакуировали людей в пункты временного размещения, доставляли продукты пострадавшим, откачивали воду с затопленных участков. На сегодняшний день паводковая обстановка в регионе стабилизировалась. Подтопленных жилых домов в крае нет. В связи со стабилизацией обстановки, связанной с подтоплением населенных пунктов на территории Алтайского края, для Главного управления МЧС России по Алтайскому краю введен режим функционирования повседневной деятельности. Гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Аби на сегодняшний день стабильная. На всех водных объектах наблюдается уменьшение уровней воды. Как уточнили, в региональном управлении МЧС сейчас спасатели начали готовиться ко второй волне паводка. Традиционно она придется на конец мая, начало июня. Зрелище не для отдыха. Руководство парка «Изумрудный» пообещало в ближайшее время убрать дохлую рыбу, плавающую в пруду. Уже несколько дней горожане жалуются на то, что почти в пустом искусственном водоеме плавают разного размера мертвые рыбины, от мальков до зрелых больших особей. Наша съемочная группа, прибыв на место, насчитала их около 50. В воздухе витал отчетливый запах разложения. Работники парка, правда не на камеру, признали, что пруд освободился от льда почти неделю назад. Тогда же появилась и мертвая рыба. По мнению экологов, возможная причина – так называемый весенний замор. Рыба умирает или от недостатка кислорода, или от того, что буквально вмерзает в толстый лед. Конечно, здесь есть и определенная опасность эпидемиологическая. Мертвые организмы, их могут поедать те же домашние животные, кошки, собаки, птицы как-то растаскивать. И по идее, конечно, если произошел массовый замор, и много рыбы выбросило на берег, плавает на поверхности, она разлагается, это нехорошо, конечно, однозначно, с санитарной точки зрения. Руководство парка за кадром заверило нас, что мертвую рыбу уберут в ближайшее время, правда, когда именно – не уточнили. Здесь тоже вероятной причиной назвали промерзание пруда зимой. В планах осушить водоем и уложить гидроизоляцию, но когда именно начнутся эти и другие работы, по благоустройству парка уточнить затруднились. Воплощению планов, по словам нового руководителя, мешают судебные тяжбы с предыдущим арендатором изумрудного, бизнесменом Павлом Тулиным. Многолетний конфликт застройщика и хозяина соседнего дома может создать проблему при сдаче 16-этажки в центре Барнаула. Собственник утверждает, что новостройка переходит границы его земельного участка. Его дом уже был частично демонтирован. Мужчине понадобилось больше десятка заседаний судов, чтобы добиться восстановления своего жилья. Однако в строительной компании уже год не торопятся исполнять решение. Чем может обернуться тесное соседство, расскажет Ирина Корчагина. Здесь выращивались культуры различные, помидоры, огурцы, картофель. Здесь мы с соседями жили мирно. А теперь земельный участок Леонида Горбунова похож на последствия землетрясения. В 2014 году по соседству с его жильем началось строительство. По словам мужчины, из-за этого его дом оказался демонтирован. Здание находится в долевой собственности. Пенсионерке, которая тоже здесь жила, уже четвертый год обещает новую квартиру. Это территория стройки, огорожка. Да мне без разницы ваша стройка. У меня есть документы на вот эту землю. За много лет судебных споров застройщик и Горбунов так и не пришли к общему знаменателю. Еще осенью в госинспекции края подтвердили, что объект будет сдан в срок. Леониду и его адвокату непонятно, как застройщик вообще получил разрешение. Директор компании уверяет, что земля Горбунова никоим образом не влияет на строительство дома по молодежной 111. Места якобы и без этого достаточно, чтобы разместить и дом, и двор, и автостоянку, и детскую площадку. Однако год назад суд обязал строительную компанию восстановить демонтированный участок. Застройщик сопротивляется, решение суда не исполняет. Судебные приставы исполнители железнодорожного района намерены и возбуждают уголовное дело в отношении директора, застройщика. Если решение суда исполнено, то к зданию будет плотно поставлен забор. И тогда вход к единственному подъезду в 16-этажном здании будет заблокировано. Жрецам 140 квартир придется научиться преодолевать стены. Когда первый раз у нас здесь начался пожар, очень неожиданно, в 5 утра, в воскресенье, сначала все пожарные приехали и сказали, что тут очевидно, раз у вас в огороде строится 16 этажей дом, то тут как бы понятно. Но после каких-то определенных, возможно, звонков выяснилось потом уже, что пожарные уже решили, что уже теперь все-таки виновата проводка. В доме раскуплены практически все квартиры. До сих пор непонятно, что делать жильцам, если решение суда спустя год все же исполнят. Сдать дом должны в конце весны. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. 70 алтайских новобранцев будут следить за порядком во время чемпионата мира по футболу. Это те призывники, что попали в войска Национальной гвардии России. Сегодня бойцы прошли медкомиссию в военкомате, а уже послезавтра отправятся к местам службы. Войска Национальной гвардии, спецназ, ВДВ и морскую пехоту традиционно отбирают самых крепких парней, ростом ниже 170 сантиметров, эмоционально устойчивых, физически здоровых. Подходит ли новобранец под эти критерии, оценивают 8 врачей, в том числе психиатры. Они отмечают процент годных призывников этой весной довольно высокий. Среди них немало спортсменов. Один из них Артем Горецан из Родинского района, кандидат в мастера спорта по панкратиону. Ну все родственники были, очень много родственников было. Все переживали, плакали, провожали. Я сам переживал. Слезы были. Ну ничего, справимся. Надо что-то в жизни менять, что какие-то для себя цели ставить не хочется, но я знаю, что надо. И дальше идти. Приеду через год, все нормально будет. Первая отправка бойцов к местам службы пройдет в среду. Всего же этой весной в армию пойдет около 2000 алтайских парней. 15 из них пополнят ряды президентского полка. Их отправка состоится 16 мая. Специальная комиссия начала оценивать состояние алтайских дорог, которые отремонтировали на федеральные деньги. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона. Больше 10 экспертов, сотрудники Минстройтранса, Алтайавтодора, общественники, а также заказчики и подрядчики выезжают на объекты, которые отремонтировали в прошлом году по проекту «Безопасные и качественные дороги». Его разработали по поручению Владимира Путина и реализуют в Крае второй год. Программа предполагает обновление дорожной сети за счет софинансирования из регионального и федерального бюджетов. Насколько эффективно расходуются деньги, эксперты оценили пока только в Первомайском районе. Там в 2017-м по новой технологии обновили 11 километров дороги по направлению Фирсова-Чаузова. Добавим, в этом году на ремонт трасс по данной программе направят свыше полутора миллиардов рублей. 700 миллионов из них деньги Федерации. А в Нагорном парке Барнаула приступили к ремонту тротуарного покрытия. Сюда уже завезли несколько десятков блоков с новой плиткой. Дорожки заметно деформировались в начале весны. Аварийные участки оградили сигнальной лентой. К работам подрядная организация смогла приступить пару дней назад, но пока ведут лишь подготовку. Чтобы не допускать прежних ошибок, строители будут ждать, когда грунт хорошо просохнет. В мэрии не отрицают, что причиной разрушения дорожек могло стать несоблюдение технологии укладки плитки. Рассматривали и другую версию. Тротуар просел из-за того, что на него заезжали автомобили. Восстанавливать разрушенное покрытие будут в мае. Напомним, сделает это подрядная организация «Новосибирская компания «Стройподряд»» за свой счет. 33 руководителя алтайских предприятий получили звание «Директор года-2017». Конкурс прошел в 15-й раз в Белокурихе. В числе победителей – руководители, добившиеся высоких экономических и социальных показателей из Бурнаула, Бейска, Рубцовска, Белокурихе и восьми районов Алтайского края. При оценке учитывались такие критерии, как объемы производства и продаж, рост заработной платы, расширение рынков сбыта, разработка новых продуктов и услуг. Всего за 15 лет проведения конкурса победителями стали 210 руководителей различных сверхдеятельностей. Многие из них неоднократно становились лауреатами, поэтому для них существует особый знак почета. Лидер экономики Алтайского края трех степеней. За три победы – серебряный знак, за семь – золото и за десять – бриллиантовых. И десятый год подряд директором года становится Федор Елфимов, генеральный директор санатория России. Один из самых известных санаториев в Белокурихе. Федор Елфимов возглавляет ровно половину из 30 отданных службе в здравнице. Под его руководством санаторий «Россия» стал одним из лидеров санаторно-курортного обслуживания Российской Федерации. Сегодня Россия – круглогодичный современный санаторно-курортный комплекс Белокурихи, который предоставляет услуги европейского уровня. Вся инфраструктура санатория находится в самом сердце курорта и предлагает отдыхающим лечение и оздоровление, активный отдых и СПА, а также территорию в несколько гектаров природного парка для пеших и велосипедных прогулок. Каждый номер санатория от стандартного до апартаментов гармонично сочетает в себе удобство, функциональность и уютную атмосферу. Десятый год подряд я удостоен этой замечательной награды. И гордость распирает грудь. Хочется сказать огромное спасибо всем организаторам, администрации края, руководителям этого проекта. На сегодняшний день соответствовать гораздо труднее, чем добиться один раз этой награды. Поэтому приходится соответствовать, стараться. И когда люди приезжают вновь и вновь, говорят, изменилось, увидели отличия. И это дорогого стоит, дорогие минуты, ради которых стоит жить, работать и продвигать нашу любимую Белокуриху. В Россию нельзя не влюбиться. Это подтверждают постоянные гости. Здесь рады каждому. Пронзительные этюды Шопена, сонаты Бетховена и яркие композиции Моцарта. Теперь не обязательно идти в филармонию, чтобы услышать эти великие шедевры. Достаточно выйти на набережную речного вокзала в Барнауле. Там под открытым небом установили пианино, на котором может сыграть любой желающий. И неважно, музыкант или просто прохожий. Кто автор идеи и как тихое место стало центром притяжения горожан, знает Валентина Аскерова. Пока это больше похоже на набор несвязанных между собой звуков. Но пройти мимо этого миража на берегу реки Кристина не могла. И пусть пианино пока не настроена, девушка не играла больше трех лет. Увидев инструмент, руки вспомнили. Забросила как-то пианино, в общем, фортепиано как-то. И сейчас, когда буду гулять, буду вспоминать, обязательно приходить сюда и играть. Для этого считается как украшение города. Инструмент появился благодаря Андрею Витовтову, жителю дома на речном вокзале. Однажды, гуляя по Томской набережной, он увидел пианино, вокруг которого были десятки людей. Все они играли, а завораживающие звуки музыки разносились на десятки метров над рекой. Посмотрел, понравилось. У одного моего знакомого приятеля оказался практически ненужный инструмент. Я говорю, отдашь? Он говорит, ну, пожалуйста, забирайте. Вот привезли его в Белоярск. Если просто даже кто-то сфотографируется и у него поднимется от этого настроения, хоть на какой-то небольшой промежуток времени, то уже будет лучше. Оставить инструмент без голоса автора идеи не смог и пригласил известного барнаульского настройщика. Сергей Степанов заставит звучать по-новому даже самая старая пианино. За 40 лет работы мастеру покорилось больше тысячи музыкальных инструментов. И этот не стал исключением, но потребовалось почти три часа. Представьте, вечерами горит свет, шумит вода и звучит музыка на фоне кораблей, звука машин, автомобили с моста. Здорово все это. Одинаковых инструментов не бывает. Инструменты все разные. У каждого инструмента своя жизнь. Вот у этого теперь своя жизнь новая. Ну что ж, инструмент настроен и ждет музыкантов. Пианино находится по адресу Приречная, 5. Приходите, играйте композиции и любуйтесь прекрасными видами. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. В наше время фраза «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» и не потеряла своей актуальности. Согласитесь, лучше один раз потратить деньги на качественный продукт, чем постоянно покупать новый. Кстати, а готовы ли переплачивать за качественные услуги и товары жители Барнаула? Этот вопрос мы задали им на улицах Краевой столицы. Я готова переплатить за качественный сыр, если он действительно сделан из настоящего вкусного алтайского молока. Что обувь, например, касается хорошей, то да, обязательно. Готов, только если качество ее действительно стоит. Как видим, большинство готово платить за качество. А можно ли применить это правило в случае не мелких, а крупных трат? Ситуация, когда лучше доплатить, но при этом потом не сталкиваться с неприятными последствиями, встречается повсеместно. Например, на авторынке разница между двумя машинами составляет 300 тысяч рублей. Но погнавшись за дешевизмой на ремонт, замену запчастей и проведение машинных порядок, вы потратите еще 500 тысяч. Вот только накопить или занять несколько сотен тысяч в нашей экономической ситуации очень сложно. Выход один – обратиться в банк за кредитом. Правда, удовлетворить потребности заемщика сможет далеко не каждый продукт. Средний чек по кредиту по стране на сегодня составляет где-то около 150 тысяч рублей. Однако есть предложения, по которым можно получить существенно большие суммы. Например, в банке «Восточный» это кредит «Большие деньги». Название говорит само за себя. Максимальная сумма, которую может получить наш клиент, составляет 1 миллион рублей. На эту сумму можно купить автомобиль, сделать первый взнос на квартиру, купить дачу или закатить шикарную свадьбу. А банк постарается максимально пойти навстречу. По кредиту «Большие деньги» мы постарались максимально упростить процедуру. Например, оформление занимает всего 30 минут после положительного решения банка о выдаче кредита при минимуме документов. Вряд ли кто поспорит, что хорошая покупка та, за которую платишь один раз. Чтобы ваш выбор был правильным, обратитесь к экспертам банка «Восточный». И о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Аквамастер». Синеводье «Премиум» – это натуральная, полноценная питьевая вода высшей категории качества. Добывается из скважины глубиной 210 метров. Для вашего удобства мы выпускаем воду разных объемов. Синеводье «Премиум» содержит в оптимальных для ежедневного употребления пропорциях необходимые организму элементы и является сбалансированной водой для питья и приготовления пищи на каждый день. При заказе воды назовите оператору кодовое слово «Белокурихинская» и получите подарок. 24 апреля в отдельных районах края дождь, гроза, утром местами туман, ветер западный, с переходом днем на юго-восточный порывистый. Дневная температура в Змеиногорске плюс 24, в Олейске до 23, тепла в Белокурихе 21 градус, 20 выше 0 в Бийске, 19 в Рубцовске, плюс 16 в Заринске и 12 тепла в Камнино-Обие и Славгороде. В Барнауле во вторник ночью и утром возможен дождь, гроза, температура ночью плюс 4,6, днем 18-20 градусов выше 0. Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения и до встречи в эфире. Личный кабинет, в котором можно выполнять все операции в режиме онлайн. Для каждого товара производители и импортеры бесплатно получают уникальный номер в международной системе GS1. Контрольные знаки заказываются на предприятии Госзнак и доставляются в субъекты Российской Федерации бесплатно. При вводе в оборот товар маркируется, и информация о его движении от производителя или импортера к оптовым продавцам и в магазины заносится в систему маркировки. Контролирующие органы и покупатели могут в любой момент проверить подлинность товара. Для этого не обязательно иметь специальное оборудование. При помощи обычного смартфона можно получить информацию о конкретном товаре. Маркировка. Это просто, удобно, полезно. Александр Грязнов. В июле 41-го года находился в боевом охранении в Мурманской области. Танк, в экипаж которого входил младший сержант, вступил в бой с превосходящими силами противника, был подбит и окружен. Александр Грязнов поливал фашистов огнем и гранатами. Когда кончились боеприпасы, стал бросать на броню хворост, решив поджечь машину вместе с экипажем, но не успел. Единственной противотанковой гранатой подорвал свою машину, убив с собой и 9 фашистов. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Его имя увековечено на мемориале славы в Барнауле. Редактор субтитров А.Семкин